Первая часть статьи продолжения «Путь Шария» от женского журнала до популяризации националистов. Владислав Мальцев специально для Ukraina.ru за 2 сентября 2020 года. Анатолий Шарий возглавил именную партию и из довольно популярного блогера превратился в средней популярности политика. Он усиленно рвется во власть, но иногда эти потуги напоминают желание не попасть во власть, а заработать на ней. Впрочем, так это или нет, мы узнаем, возможно, очень скоро. А пока это чисто оценочное суждение. Необходимое предисловие от шеф-редактора. Как правило, мы не пишем предисловий к нашим публикациям, полагая, что все должно быть ясно из самого материала, будь то интервью, аналитическая статья или репортаж. Но в данном случае исключение. Несколько недель назад мы опубликовали статью «Откуда деньги, толь? За что требует запрета партии Шария?». В этом материале наш автор Владислав Мальцев собрал и проанализировал информацию о возможных источниках финансирования партии Шария. Дело в том, что, как люди опытные и искушенные в делах украинской политики, мы поняли, что, во-первых, сам Шарий, какой бы он ни был популярный блогер, сам по себе один партию не потянет. Для этого нужны большие деньги, которых у него нет, поскольку он не имеет ни производственных мощностей, ни торговых сетей, в контрабанде и масштабной коррупции так же и замечен не был. Во-вторых, создав партию, Шарий стыдливо умалчивает об источниках финансирования. А мы, как добросовестные СМИ, должны со своей стороны предоставить нашим читателям максимум информации о политических проектах, претендующих на всеукраинский охват. Публикация статьи «Откуда деньги толь», за что требует запрета партии Шария, вызвала определенный резонанс не только у читателей, но и у самого героя. Он разразился бранью в наш адрес, ничего при этом не опровергая, которую мы не приводим здесь из чисто гуманитарных соображений. Мы не используем такой обсценной лексики из уважения к нашим читателям. Тем не менее, мы предложили господину Шарию разъяснить свою позицию и, может быть, даже опровергнуть нашу информацию в интервью изданию. Шарий от этого отказался, чем косвенно подтвердил правдивость нашей публикации об источниках финансирования своей партии. Вместе с тем, мы остаемся в некотором недоумении по другим фактам его политической деятельности. Например, Шарий, находящийся в далекой от украинских реалий за границей, призывает своих сторонников выходить на улицу и участвовать в силовом противостоянии неонацистам и националистам. И некоторые из его сторонников уже стали жертвами физических расправ и нападений на них. Речь не о том, надо или нет противостоять улице. Речь о том, что призывающий к этому политик находится в безопасном далеко и наблюдает картину с избиениями своих сторонников по интернету. Еще более зловещим выглядит получение списков сторонников Шария теми самыми радикалами, против которых в Украине выступают правоверные шариевцы. Или шариевцы, извините. В общем, все эти странности, от финансовых недомолвок до утекающих списков, побудили нас посмотреть на Анатолия Шария более пристально. Что мы и делаем с помощью нашего автора Владислава Мальцева. Предисловие было Захара Виноградова, шефа-редактора издания Украина.ру Ларечное детство Детство Анатолия Шария, по его же собственному описанию, в чем-то сильно отличалось от детства его сверстников, а в чем-то было вполне типичным. Дедушка руководил серьезным строительством. Даже в самые худшие времена в его паек всегда входила красная икра, балыки. Мы были состоятельной киевской семьей до того, как все навернулось. Моя мама работала на заводе «Киевприбор», когда все рухнуло. Зарплату вообще перестали платить, вспоминал видеоблогер, а ныне и глава партии имени самого себя. В интервью замгла вреду интернет-издания «Страна» Светлане Крюковой, опубликованном 5 декабря 2018 года. Ссылочка-переход. О собственном Модус Вивенди в те лихие годы Шарии обронил лишь пару слов. Ну а как я мог пойти работать 14 лет? Я сидел в ларьке ночью, чтобы продавцу, который продает жвачки, не было страшно. Первые деньги я заработал в 16 лет, договорившись о продаже машины-минералки. В тот момент у родственников была ферма по Киеву, куча киосков. Я договорился с одной фермой, вставив туда мокру зазор. Разница между ценой покупки и продажи на нормальном языке, это называется маржа, примечание автора. Так вот, я договорился с компанией, я знал лично водителя. Поехали на другую компанию, загрузили воду, рассчитались. Разницу я оставил себе. И все. По поводу дальнейшего Шарий заявил Крюковой. Но тут у нас получается провал. Период с 15 по 25 лет я ничего не комментирую. И мы не будем исключением. Период в 10 лет жизни, когда произошло становление нынешнего видеоблогера и политика как личности. И ничего не комментирую. Нет, так не пойдет. На самом деле, что было тогда хорошо известно. Хотя и не красит нашего героя. За деньги я мог убить. Первые крупные по тем временам деньги Анатолий с товарищами зарабатывал, создавая подобие финансовых пирамид на уровне школы. В 16 лет снял с ровесника куртку. Сотрудники милиции не захотели ломать парню жизнь. Дело закончилось возвратом куртки потерпевшему. В 17 парень сдружился со взрослыми людьми, промышлявшими разводами киевских предпринимателей. Писала журналистка Оксана Балашова в статье, опубликованной 17 августа 2007 года в издании «Сегодня». Кстати говоря, статья основана на личных комментариях Ширия, сообщившего, например, потому что я умел придумывать различные хитроумные комбинации, иногда не совсем честные, иногда откровенно противозаконные, с помощью которых мы добывали хорошие деньги. В статьях даются ссылочки на видео, перейдете, сами посмотрите. Анатолий Шарий играл с 17 лет. За это время он спустил сотни тысяч долларов, подсел на игровые автоматы, а затем и на рулетку, пишет дальше Балашова. Со временем парень все чаще хотел со всем этим порвать, но уже не мог. Он даже устроился в 25 лет экспедитором. Уже через неделю предложил руководству предприятия схему, которая в несколько раз сокращала расходы автопарка фермы. Близилось повышение. Но он сорвался и развел предприятие на деньги. Толик по-прежнему играл. Для игры нужны деньги, немалые. А чтобы их получить, притом быстро, был только один выход, не гнушаясь кинуть работодателя. По такому кругу он ходил 9 лет и несколько раз пытался разорвать его с помощью выстрела в голову, как у всякого мошенника у него было оружие. Возможно, Балашова решила оболгать нашего героя? Правда, непонятно зачем. В 2007 году Шарий не был никому известен как журналист, а уж как видеоблогер или политик сам себя не представлял. Но оказывается, есть и собственные свидетельства Шария. Речь идет о передаче «Толк-шоу» с Александром Шевченко, вышедшей 12 января 2011 года. По крайней мере, в эту дату она была залита на протестном видеосервисе blogmedia.org. В беседе с этим протестантским проповедником Шарий был достаточно откровенен. В желании играть уже не деньги главенствуют примечания автора. Ты приходишь сюда ради ощущения игры. Как наркоман укололся и получил кайф, а потом это уже ему надо. Потребность возникает на физическом уровне. Большое заблуждение думать, что это в чистом виде психологическая зависимость. Утром я просыпаюсь, мне надо играть. Меня натурально крутит, физически. Когда я общался с наркоманами инъекционными, наши симптомы абсолютно идентичны. И немного деталей от нашего героя. К 18 годам я обставил всю квартиру. К 20 там уже ничего не было. У меня были голые стены в квартире. Я вынес все отсюда. Когда мне надо играть, я беру телевизор, заказываю такси и везу его в ломбард. Телефоны мобильные задерживались, может на 4 дня. Когда не стало денег, я стал заниматься, но я давно этим занимался. С 16 лет незаконными всевозможными махинациями. Но потом стал выходить уже на более серьезный уровень. Я мог убить за эти деньги. То есть, если мне надо сыграть, я мог убить. В 25 лет из семьи со мной не общался никто. Продолжение следует. Это была первая часть статьи Владислава Мальцева «Путь шария от женского журнала до популяризации националистов». Статья на ukraine.ru за 2 сентября 2020 года.